Здравствуйте, меня зовут Нелли Гизатулина. Вы смотрите новости Белебеевского района на телеканале ЮТВ. Каждый вторник в 21.30 мы рассказываем о событиях и интересных людях. Сегодня смотрите выпуски. Старшеклассники побывали на экскурсии в Белебеевском городском суде. Белебей прошел республиканский этап Олимпиады по информатике. В поселке Приютово произошел пожар. Пожилая пара из Приютово отметила золотую свадьбу. Начнем выпуск коротких новостей. Белебеевская школа номер 15 стала одной из площадок проведения республиканского этапа Олимпиады по информатике. Здесь поролись за первенств ученики 9-11 классов из района юга запада республики. Учащиеся представляют Уфу, Сцерлитамак, Октябрьский, Салават и Нефтекамск, а также Ольшевский, Уфимский и Таташлинские районы республики. Призерами стали 32 школьника. Учащиеся представляют Уфу, Сцерлитамак, Октябрьский, Салават и Нефтекамск, а также Ольшевский, Уфимский и Таташлинские районы республики. Призерами стали 32 школьника. Как сообщается в группе администрации Приютовского постсовета Белебеевского района, Вечером 23 января в квартире по адресу Бульвар Мира, 22, произошел пожар. Причиной возгорания стало курение в нетрезвом состоянии. Спортсмены отделения очеребятлон вернулись с первенства Республики Башкортостан. Дарина Федорова забрала домой две золотые медали. Юлия Ямалединова в своей возрастной категории стала первой в очередь гонки и второй в спринте. Серебряную медаль в команде принес Данил Федоров. Спортсменов тренирует Артур Шеймуратов. Учащиеся 9-11 классов посетили Белебеевский городской суд с целью профессиональной ориентации и повышения юридической грамотности. В ходе обзорной экскурсии по зданию школьники осмотрели приемную, стенды и зал судебного заседания. Школьники смогли ознакомиться с судебным процессом на реальном примере. В рамках российского марафона «Хранители птиц» в отделении реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями в Белебеевском районе провели экологическую акцию «Помоги птицам зимой». Дети активно высказывались о том, какую пользу приносят птицы. Вспомнили, как люди с помощью птиц могут предсказывать погоду и отгадывали загадки. Свои знания ребята показали в познавательных играх. Зимующие перелетные птицы «Сложи разрезанную картинку и назови птицу» с особым увлечением поиграли в игру «На корми птиц», где определили, каким должно быть меню в птичьей столовой, а также выяснили, из чего можно сделать кормушки. Данное мероприятие способствовало повышению роли человека в жизни птиц и формированию заботливого отношения к птицам. А теперь перейдем к со мной новостям. Праздник любви с 60-летней выдержкой. Ахат и флюра Хабибуллина из Приютова отметили золотую свадьбу, с чем их и поздравила наша съемочная группа. Ахат и флюра Хабибуллина держатся друг за друга уже 60 лет, а в брак они вступили 50 лет назад. В годовщину свадьбы золотые юбиляры не дают наказы представителям младшего поколения, а рассказывают им историю их счастливого союза. Он приехал в гости в деревню Суэрмед, в Киевскую районную, где мама проживала, увидела маму и сказала, что моя будет жена. И они так познакомились. Пара прошла вместе долгий путь, тем самым доказав, что существует неувидающая любовь между супругами. Прожитые годы показали уважение и преданность друг другу. Дружную семью объединяет доброта, семейные ценности и традиции. Мы живем, пусть молодые жениться, детей рожают, внуков. Мы правнуков хорошо жили, вот самое главное. Сегодня супруги Хабибулины, как на старых фотографиях, снова молодожены. Так они себя ощущают. Всю жизнь они трудились и воспитывали детей. У юбиляров одна дочь и двое сыновей, шесть внуков и пятеро правнуков. Ну, у них всякое бывает. Бывает, что где-то они и ругаются, бывают и меряются, друг друга жалеют. Если что-то, кто-то один из них приболел, они друг друга начинают жалеть. Поэтому, ну, наскучить, я думаю, наверное, времени не было наскучить, потому что все работали. Работали дети, огород, скотина. И поэтому скучать им было некогда, надо было все. Сейчас пенсионеры. И домашние работы, и производственные работы, и поэтому... Матые работы. И так жизнь у них пролетела, как мама говорит. Вроде бы только были молодые, и уже жизнь, говорит, пролетела. Хотя она чувствует себя, вот, недавно я с ней разговаривала, я, говорит, мне охота все переделать. Я чувствую себя молодой. С юбилейной годовщиной свадьбы пару поздравила глава администрации поселка Приютово Лилия Юнусова. Супруги получили ценные подарки и благодарность за теплый прием. София Севастьянова, Нелли Гизатульна, телеканал ЮТВ. Наш следующий сюжет о народном умельце из Приютово. Виктор Сальников превратил свой дом в настоящую мастерскую, в которой появляются на свет картины и различные фигурки. С мастером прикладного творчества познакомилась наша съемочная группа. Человека, который увлечен своим делом и относится к нему всерьез, видно сразу. Виктор Петрович один из таких. Он мастер на все руки, способный сделать шедевр из любого материала, попавшего под руки. Его дом – это целая мастерская. Тут заготовки, неоконченные и завершенные работы из дерева, а также много инструментов. Тяга к ремеслу у Виктора Сальникова появилась еще в детстве, за что он благодарен своему соседу, дяде Васе. Но только после выхода на пенсию мужчина смог полностью посвятить себя любимому увлечению. Там на работе уже делал доски разделочные и раздавал женщинам. Понимаешь, там мне помогали ребята, там шлифовали, выпиливали, ну, это на работе делали, дарили женщинам. Им было приятно, даже некоторые, как приезжал потом, некоторые, как хорошо, и до сих пор, как возьму, говорит, вашу доску там или возьму ваш совочек. Я, говорит, вас вспоминаю, или скалку, скалки, ну, короче, толкушки для картошки. Ну, точил это там, на станке, когда это была возможность. Главная страсть Виктора Петровича – работа с деревом. Что он только не делает из этого материала – от небольших сувенирных яиц в Аберже до отделки дома. Любой идеей он может воплотить в реальность, как для себя, так и в подарок близким. Неужели я не смогу? Так, я попробую. И попробовал, и у меня получилось. И вот эти попугаи получились, и вот эти матрешки получились, и олимпийскую мишку, и чебурашку. Потом увидел клумбу из баллонов, и клумбы две сделал, одна на улице, одна во дворе. И так классно, приятно, глазу приятно. Но я всегда говорю, не будет скуки, если заняты руки. Ладно. А я постоянно что-нибудь. Идеальный период для реализации творчества наступает зимой, потому что летом мужчина целыми днями пропадает на грядках своего огорода. Кстати, местному папе Карло недавно исполнилось 70 лет. Несмотря на преклонный возраст, у него полно новых планов и сил на их реализацию. Это как душа сама просит. Это даже язык высовываю. Бывает. И крашу. Это я уже удовольствие это получаю. Это язык высовывается сам по себе. Я не замечаю, а мне хотя бы язык спрячь. Я, ну, типа, а что? Это же дети, когда они творят, дети, они язык. Ну, я тоже как маленький. Хоть старик, а как маленький язык высовываю. Вот так вот. Наталья Богданова, Нелли Гизатулина, Телеканал ЮТВ. На сегодня это все. Спасибо, что были с нами. Смотрите новости Белебеевского района каждый вторник в 21.30. Повторы в среду в 8 утра и в субботу в 21.30. А если вам есть о чем рассказать, пишите нашу группу ВКонтакте у фонеты телеканала ЮТВ в Белебеев-Приютово. Всего доброго. И я желаю вам только хороших новостей. Корректор А.Кулакова